Далёкий и непостижимый космос яркими мазками лёг на бумагу. Планеты, Солнечные системы, звёзды, космические корабли, астронавты и даже инопланетяне. На детских рисунках запечатлена Вселенная. Правда, с авторской точки зрения. Фантазия и импровизация здесь только приветствуются. Я рисовал планету Марк. Мне просто нравится, когда нам учительница даёт задание по космосу. Я хочу изучить его дальше. Я нарисовал там инопланетяне двух, и я нарисовал там кинотеатр. Подтянуться к звёздам решили почти 200 участников. Это воспитанники разных школ города, детско-юношеских коллективов и художественных студий. Но кто-то решил заострить своё внимание на планетах. Мне очень понравился Марс тем, что он необычных оттенков, цветов каких-то. И рядом с этой планетой я решила нарисовать другую, фиолетовую. Мне кажется, что рядом с Марсом есть ещё какие-то планеты. Ребята узнавали о том, какой он космос из детских передач. А потом отобразили своё видение бескрайнего пространства. Это и были условия конкурса, который начался три месяца назад. Передача «Лукоморье» очень познавательная. Дети смотрели передачи про космос, им всё очень понравилось. И они вдохновлённые и воодушевлённые нарисовали свои замечательные рисунки. Обязательно нужно делать такие программы, такие передачи, познавательные для детей. Это расширяет их кругозор. Главным критерием в отборе работ было отобразить планеты Солнечной системы. Приходили рисунки, близкие к этой тематике, но выставить на конкурс их не смогли. Участников разделили на шесть возрастных категорий – от шести до пятнадцати лет. Конкурс по своей составляющей был несложным, потому что проект «Лукоморье» – они всё рассказывали о космосе. Это было очень красиво и интересно. И, в принципе, если ты смотрел эти программы, то ты мог уже какую-то картинку себе сложить. 99% работ – они очень хорошие. Очень хорошие, потому что ребята прям постарались. Они вложили какую-то целенаправленную историю в это. Каждый рисунок – необычный рассказ ребёнка о покрытой тайнами Вселенной. Победителям вручили грамоты и благодарности. А после награждения ребят ждал сладкий стол. Алина Пчелинцева, Дмитрий Лелека, Севанформбюро.